Всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о находке для людей, которым кресло нужно. Автомобильная категория 2-3, это с 3 лет до 12 лет, которая людям нужна не каждый день. Например, простой пример, бабушка с дедушкой, к ним приезжают внуки, им нужно какое-то кресло. Но так, чтобы оно было не громоздкое, но в то же время нормальное по безопасности, которое можно легко сложить, убрать в багажник или на полочку и доставать его тогда, когда приезжают внуки, например. Ну и вот сами понимаете, таких подобных случаев может быть вполне много. В такси, например, очень актуально использовать такое кресло. Но основное применение для этой модели это High Fold, My Fold называется. Кресло, оно уникальное, я вам сейчас все это покажу. Например, едете вы куда-то в Европу отдохнуть, берете там на прокат автомобиль, но ребенков тоже в чем-то надо водить. Кресло брать в аренду в Европе дорого. Если вы берете особенно надолго автомобиль, то, знаете ли, это прямо ударит по карману неплохо, если вы возьмете кресло в аренду. Да еще и в аренду брать кресло, кто чего, как там ездил, хочется, чтобы было свое. И в то же время нормальное. Поэтому берете с собой вот это кресло и горя не знаете. Собственно, вот вы видите, как оно выглядит, это кресло. Выглядит оно немножко необычно, непонятно, но на самом деле все здесь ясно и понятно. Что касается безопасности. Первый вопрос возникающий, когда смотрим на это кресло, как оно по безопасности. Но, тем не менее, это кресло имеет европейскую сертификацию стандартов безопасности, американскую сертификацию и китайскую. Вот, поэтому тут как бы удивительно, но факт, ребенка доверять этому креслу можно. Вот, это кресло, напомню, с 3 лет до 12 лет. Давайте покажу, как пристегивается ребенок в этом интересном кресле. Вот так пропускаем ремешок. Здесь специальные направляющие есть внизу. Специальные направляющие есть наверху. Вот так отодвигаем. Просовываем. Сейчас, секундочку. Здесь специальный зажимчик такой. И он нам помогает, чтобы ремешок потом не выскочил обратно. Но он же и мешает нормально быстро установить. Так, дальше пропускаем ремешок здесь и здесь. Потом вот сюда вниз проходит ремень. И пристегиваем ребеночка. И, соответственно, вот как это по итогу будет выглядеть. Прекрасно видно. Прекрасно видно. Вот так вот пристегнут ребенок. Соответственно, в кресле нет системы изофикса. Ребенок с креслом вместе пристегивается. Я хочу напомнить, в категории 2-3 изофикс не так эффективен, как в категории до 3 лет. К автокресел. Поэтому за это переживать, я думаю, особо не стоит. Так, теперь вытащим обратно ремешок. Все. Что касается комфорта, давайте посмотрим. Здесь есть небольшой свободный ход у спинки. То бишь, оно может принять положение автомобильного сидения без проблем. Вот оно гуляет. Вот. Что касается ткани и мягкости самого сидения. Сразу скажу. Оно достаточно упругое, жестковатое. Потому что, ну, его надо было сделать компактным. Это не прям люксовая модель для очень комфортных дальних переездов. Я уже сказал, для чего преимущественно это кресло. Вот. Хотя, в принципе, можно и каждый день его использовать. Но для каждого дня я бы купил, наверное, что-то другое. Вот. Но для задач, что я озвучил ранее, идеальный вариант. Ткани, кстати, достаточно приятные. Абсолютно без вопросов. Мягко, но все равно. Вот если я поднадавлю, я уже чувствую наполнитель. Здесь, кстати, очень качественный пластик. Пластик высочайшего уровня. Тот, что пружинит, гасит энергию удара, не лопается. Здесь усиленные конструкции. Встроены дополнительные несколько слоев гасит, энергии удара при ДТП. В общем, безопасностью здесь тоже заморочились. Поэтому вот ее внешний вид не должен внушать вам недоверие какое-то. С этим все нормально. Теперь давайте посмотрим на него в сложном виде. То, из-за чего это кресло покупают. Мы, кстати, уже много детей померили в это кресло в мире автокресса. Я реально обалдел. Помещаются, в верхней одежде помещаются. И по посадке детям нравится. В общем, в этом плане все окей. Так, смотрите. Весит оно, если память мне не изменяет, всего 4 килограмма. Это достаточно легкое кресло. Так, смотрите, что нужно, чтобы его сложить. Нужно нажать две кнопочки. Вот тут и тут. Вот так. Раз, раз. Этим самым мы с вами закрываем верхний подголовник. Кстати, чуть не забыл вам сказать. Ширина сидения регулируется независимо ни от чего. Мы можем сами, самостоятельно регулировать так, как нам это удобно. Даже такое здесь есть. Так, ладно. Складываем его. Все. Видите? Видите? Чтобы дальше сложить, нужно вот здесь вот, вам отсюда видно, зажимаем. Складываем. И дальше уже здесь на спинке еще один пчужок, кнопочка, как хотите назовите. Все. После чего у нас здесь, кстати, есть ремешок на плечо для транспортировки. И ремешок, который всю эту конструкцию держит так, чтобы она не раскладывалась. Вот. Соответственно, все. На плечо и потащили. Ну, где вы еще вот такое компактное решение видели? Я лично нигде не видел. И для меня лично вот мы поедем отдыхать. Я уже себе его приметил. Я себе буду брать автомобиль в аренду, чтобы я мог детей перевозить. Это круто на самом деле. Единственное, до трех лет ребенка сюда не посадить. Только с трех лет. Такой вот минус. Если дети разные, то только с одним ребенком будет решен вопрос. Другим надо будет все-таки что-то придумывать. Вот. Ну, а все же. Мне лично очень нравится. Если вы изучите этот бренд, они какое-то колоссальное количество этих кресел продают по миру. И это кресло знают везде, короче говоря. Европа, Америка, Китай. Это очень популярная компания. Вот. И оно добралось до нас. И, по-моему, и в России будет тоже очень популярным. Поэтому для таких целей, как я озвучил, для путешествий, для бабушек, дедушек, дядь, тетик, кому изредка приезжают дети, идеально. Для путешественников в первую очередь. Вот. И, в конце концов, кресло для багажника, как говорится, бросили в багажник. И когда только понадобится, достали. Оно места много не занимает. Вот. Поэтому, если это видео вам было интересно, ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Я хочу поблагодарить мир автокресла за то, что предоставили на обзор мне это чудесное изобретение автокресла HiFold. А вам хочу пожелать грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. Всего доброго.